Привет, друзья! Первый, мой самый первый видосик на улице. Мне страшно и волнительно одновременно, но очень страшно, потому что я с собачкой, я с собачкой, и за ней надо следить, и за трансляцией, и идти на улицу что-то вещать, это уже капец страшно, капец! Плюс страшно, что это все дело вывалится, хотя я проверила, ничего вывалиться не должно, и в принципе здесь такой рычаг у меня большой, что возможно, что даже селфи-палка мне не понадобится, то есть я могу даже вот так, вот так, наверное, тяжеловато, вот так могу. Сейчас я вам все расскажу, значит, идем мы с Тишенькой, как туда наклонить на Тишу, я не знаю вам показать, я бы показала, что у меня, значит, розовый гимбл, то бишь стендикам, стабилизатор, розовая сумочка, розовый поводочек у собачки, розовый шарфик. В общем, девочки, вы бы заценили реально, по-моему, я упихтерилась, тут вообще очень тепло, я слышала в новостях, что вечером будет дождь, господи, как я стесняюсь, капец, как я стесняюсь, капец, господи, люди повсюду, папарацци, господи, запозорят меня, запозорят, Дарья Пасняк, первый раз в Геленджике. Но, я вам хочу сказать, я не смогла еще разобраться с этим стендикамом с гимбл, вот смотрите, кстати, что я могу, я сейчас двигаю ручкой, а изображение остается стабилизировано, круто, но я сейчас снимаю видео, я не снимаю трансляцию, потому что в трансляции, почему, кстати, а, потому что он у меня уезжает в бок, он уезжает в бок, он мне по центру не держит, я не знаю, почему это так, в общем, я пока еще не разобралась, поэтому я решила выйти хотя бы с видео, потому что, господи, чем дольше оттягиваешь, тем страшнее, очень страшно, вот, ну ладно, я вам расскажу, значит, что, во-первых, во-первых, я уже разбила краешек стекла у нового телефона, к счастью, это стекло, оно не родное, а сверху наклеенное стекло, вот, и произошло это все, я засовываю телефон, значит, в гимбл, в стендикам, разжимаю эти штуки и туда засовываю, и что-то, и на диване, главное, все было, много места, куча места, что-то мне выскользнуло, короче, телефон чуть-чуть падает в бок, буквально там совсем чуть-чуть, и просто неудачно ударяется об уголок, ударяется об уголок, ноутбук из металла, и в этом время есть, ой, господи, я не знаю, какая такая Даша Криворучка, причем мой старенький айфончик, который, спасибо, сто лет уже у меня, я его роняла сто раз, сто раз роняла, и ничего серьезного, то есть максимум, что у меня там в одном месте отошло стекло немножко, и ему уже, он у меня уже больше пяти лет, и тут я недели не прошла со дня покупки, я уже поляпалась, ну, в общем, как обычно, ну, да ладно, в общем, мы вышли, плюс к нему у меня, значит, есть такая треносочка, на которую надо ставить на стол, можно ставить, я сегодня уже подружкам писала видосики, когда он стоит, его не надо держать, не тряски, очень удобно, и кроме треношечки еще, у меня есть также в комплекте, селфи-палка, она прикручивается, сейчас мы будем дорогу переходить, подождите, вот, а я убегтерилась, я увидела в прогнозе погоды, что вечером сегодня будет дождь, и скорее всего завтра погода упадет, а мои ходили гулять, а я не ходила, я долбала телевом, вот, и в общем, я решила, что я немножко срочно выйти погулять, но смотрите, вот такая длина у меня, без удлинения этой селфи-палки, которая, я вам сказала, есть в комплекте, и плюс я могу еще взять немножко за краешек, немножко вот так, ну, что-то стрёмно, конечно, в принципе, могу взять вот так, за треношку, ну, только подкрутить, вообще-то треношка сидит прочно, вот, я могу взять вот так, как он, такой вариант, у меня сейчас накручена треношка на него, я держу за нее, то есть она удлиняет 6,9 на 7, и также я в комплекте была селфи-палка, почему-то только она другого цвета, я тут сам розовенький, а она черная, ну, фиг с ней, ее, во-первых, можно разложить, тогда будет большая длина, но тогда я на нее держу вес, потому что вес очень большой, но также ее можно не раскладывать, я использую в сложном состоянии, она сантиметрах, не знаю, 15 длиной, то есть это будет чуть-чуть дальше, ну, вот так вот, наверное, это будет, только я буду держать, мне будет держать удобнее, почему я в следующий раз с ней пойду, ну, посмотрим, какие-то мелкие собачки там по голосу мелкие, найти, чтобы выезживать, ну, посмотрим, короче, мы идем к морю, к морю. Сейчас пройдем с вами по набережной, вам покажу. Против света немножко. Ну, потому что, потому что, что обед против света получился. Ну, в принципе, света дикам, конечно, чума, что я могу сказать. Все, отлично, надо научиться этим пользоваться. Я пока не разобралась. Во-первых, можно снимать в приложении камеры, только я еще не понимала, какую переворачивать с одной камерой в другую. Можно снимать в... Выходить через трансляцию YouTube, но так у меня еще нет тысячи подписчиков. Я скачала себе приложение, через которое можно выходить, если у тебя меньше подписчиков. Streamlap, по-моему, называется, я его уже тестила, и там все отлично. Ну, в нем, почему-то, у меня стендикам уползает в сторону. Меня не держат по центру, нужно это дело перенастроить. Ну, я займусь уже все время. Вот. И я этим Streamlap планирую вести трансляцию какое-то время. А потом меня берут еще подписчиков. Тогда уже потом можно будет можно будет это перейти на канал YouTube и оттуда уже вести. Морюшка, февраль у нас, февраль у нас, чума. Сосны, господи, какие они красивые. Так, когда я научусь камеру переворачивать, я вам расскажу. Сейчас еще раз попробую тройное нажатие, то ли на верхнюю, то ли на нижнюю. Нет. Тоже нет. Нет, не работает. Не настроила. Не до конца настроила. Ладно, мы с вами, в общем, по набережной прошлись и пойдем обратно разбираться. Посмотрите еще раз. Какие у нас сосны. Потрясные. Я упарилась. Тут такая странная погода. Значит, ветер. Утром и вечером. Утром и вечером погода, температура падает. Ветер. Температура падает. Если выходит солнце, то прям жара. То есть мне там хочется половину снять. Будет неудобно просто снимать, поэтому я не буду. Потерплю. Вот. И когда я еще иду домой, когда иду в горку, уже в горку, вниз идешь нормально. Когда я идешь в горку, очень и очень жарко. Просто очень. И тут надо как-то особенным образом одеваться. Действительно какую-то одежду. Я об этом читала. Какую-то одежду носить с собой. Потому что солнце ушло, стало сразу очень холодно. И мелочь лишь. И это непросто. Маленький ветерок. И чуть-чуть там меняется кардинально. То есть там, не знаю, с плюс 3 до плюс 10. И потом так же падает на плюс 3. И вот очень быстро, очень сильно. Надо успевать адаптироваться. Сейчас мы засечем. Сколько нам идти до моря? До дома. От моря. Значит, я от моря прошла до самой-самой ближайшей улочки маленькой. И от нее прям засекаю. Иду я, по-моему, это от красной талки. В общем, там сбоку было вот это стеклянное здание, под которым мы стоим. Глядя на вот это здание, вот все у нас. И много стекла. Я должна была пойти справа. А я этот выход как бы все время игнорировала, ходила по какой-то другой улочек. Вот так получалось, что я иду и прихожу. Не туда. Я прихожу куда-то, к верблюду. А от верблюда нет сквозного прохода, там как-то надо пере... Пере... Так, ну что? Рука у меня, конечно, устает. Стендикан у меня в цвет шарфика. Жалко, что я не могу вам это показать. Ну, давай. Рука устает. Хожу, что я не взяла тяжелее. Вариантик, который мне очень рекламировали. Но и когда посмотрела, что он стоит, весит 480 грамм, плюс телефон почти 200. Ой, ну это почти 700 грамм. Плюс там какой-нибудь микрофон добавится или еще что-нибудь. Да даже с ней добавится. Вот я сейчас иду, у меня рука уже устала. Сейчас перед нами будет жилой комплекс апартаментов изумрудный город. Господи, как там красиво. Он чумовый. Находится прямо у моря. Прямо вот-вот. До минуты. Минуты до моря. Ну, да мы смотрели. Ну и сейчас дороговато. Но он чумовой. И там еще, так как это апартаменты, там еще будет... Сейчас я вам покажу. Вот красивый. У них своя территория, у них бассейн, у них все дорожено. Красивые очень домики, хорошие планировки. Но это апартаменты, помимо того, что будет... Сейчас мы с тишей перейдем. Сами апартаменты дороже, чем квартиры в тех домах, что я смотрела. Вот. Там еще будет дороже коммуналка. И как бы... Ну, эта коммуналка будет дороже не потому, что она там в старом фонде, и поэтому как бы фигня-фигня, и люди платят большие деньги. Там по 10-12 тысяч платят за там 7 с квадратом 5. Нет. Здесь коммуналка дороже, потому что там включены услуги консьержа, бассейна, очистки территории, там еще чего-то. Короче, апартаменты там свои цены. Но они красивые, классные. Прямо море. Прямо море чумов. Я надеюсь, вот мы идем в лошадь и дельфинари. Тут за бурочком. И теперь мы идем прямо в горочку и смотрим, сколько это времени займет. Сейчас прошло примерно 4 минуты 40 секунд, почти 5. я там остановилась потупить рядом с зубродным городом. Так что чуть-чуть можно будет вычесть пол-минутки. Ты посмотрел. Тут у нас сейчас будет перекресточек. Я здесь хожу в озон. Это место я хорошо запомнила. И вообще, что в Геленджике хорошо. Если только вы не живете прямо у самого-самого моря, всегда будут накачаны ножки. Не только ножки, потому что потому что горьки, несмотря на то, что тут не так гориста, как в Сочи, еще какие-то города мне рассказывали. И центр города, например, он не такой, как бы гористый. Ну, разный. Есть районы более гористые, менее. И все равно ходить приходится, это полезно. Будет все подтянуто и красиво. Атиша рада, что Ида видит ходить ногами, и можно бежать. Так, к котам близко не подходи. Не ходи к котам. Хочешь познакомиться? А тут, вот на этом местечке, покажу, тепленько, тут всегда солнышко, тут даже зимой. Ну, какой-то снег спустя выпадает. Тут недавно мы с Тишей шли. Тут вот тепленько так, тут всегда сидят котики. Загорают. Так вот. Мы тут недавно шли, было очень-очень скользко. обувь у меня было скользко, осеннее, а нам надо было дойти до озона и что-то там получить. весна, так вот так. Так, если... да, вот так. Это не та кофта, отвисает сумку. Ой, сосна красивая, смотрите сосны. Сосны. Чувак. Сегодня февраль, февраль, февраль я в футболке иду, в футболке, офигеть, то что я в повязке не смотрите, я просто очень мерзляк, а я голову помою, боюсь, что мне уши надуют, на самом деле очень, очень, очень жарко, вдох очень, тише идет легком комбийске, ну вы видите, нормальный комбийск, он особо не греет, ну типа что-то одели, мы на днях с ней видели чехуа, девочку, в красном свитерке, мало того, что свитерок супер гламурный, у нее еще рядом с хвостом бантик, красный бантик, я говорю, ничего, тише, что это мы отстаем, у нас нет бантика, в общем, маме говорю, что это ты нам не связала с бантиком, тише, она была бы рада, ну в общем, мама ни в какую, не хочет, ну ладно, скоро потеплее, там мы будем без всего уже ходить, и нам уже будет ничего не нужно, но в принципе, вот в формате видео, при том, что я его не настраивала, все нормально, если бы я научилась бы то же самое делать в трансляции, и взяла бы еще удлинение полочку, был бы, наверное, удобнее в общем, вес, я начала про вес говорить, в той штучке, что мне советовали, 48 грамм плюс телефон, почти 700, так тут сейчас будет гавкать собака, а этот весит, по-моему, 270, на 200 грамм меньше, на 200 грамм меньше, и с телефоном, естественно, получается чуть меньше 500 грамм, ну что, ну, рука встает, если так вытянуть эфирчик на час, не знаю, но хорошо, что я тот не взяла, потому что я тут вообще не потянула, так, сейчас нам надо дорожку перейти, смотрим, сейчас всех пропустим и пойдем, 11 минут прошло, как мы с тобой перекрестком идем, конечно, я когда сама иду без синдикана, я иду немножко быстрее, потому что я быстрее перехожу, если какие-то места мне нравятся собаку, на руки быстренько, хватит, перехожу дорожку, вот так, здесь тоже очень красиво, стой, 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 красивая аллея такая тут на удивление оказалось много собачек, когда мы в осень приезжали маленьких, мы встретили очень мало собачек маленьких, осень которых захотели бы с нами дружить, было какое-то количество собачек, но они были очень грессированы, не давали, с ними общаться а сейчас каждый раз выходя ну одну-две точно случайно, иногда даже трое небольших чиху-чихуашки в основном ёвки в принципе, как обычно видели побольше этого как же его забыла а еще тут уходят дворовые собачки которые в ошейниках, но они ходят сами по себе, они выходят видимо, тусуются, делают свои дела а вон, кстати, собака за забором мы видим его ноги но те, которые дворовые ходят, они не гавкуют, не пристают, у них вообще свои дела а вот эти защищают, которые под заборчиками сидят они, конечно ой, да пугали меня несколько раз идешь, и у тебя из-под заборов только гавкнет ой, вообще шути ну ладно, мы почти пришли 13 минут все, по-моему, на нашей улице да по-моему, на нашей улице и за этим домом будет уже и мой дом сосны чиновые сейчас мы пока полосы чума тут не очень баклорусны, только это гразная помойка но посмотрите, какие сосны положили недавно асфальт сосны и там вдалеке сейчас будет дуб который отстояли жители дома домов он стоит посреди дороги когда-то хотели закладывать асфальт здесь хотели его снести, конечно же потому что он стоит посреди дороги посреди дороги но жители отстояли молодцы и дуб оставили но места для дуба вокруг оставили не так много поэтому посмотрим что с ним весной будет сейчас вам покажу если с синдикам подавать видишь куда-то ушла так а я почти почти уже пришла сейчас вот я у дуба и закончу там собачек гуляют смотрите смотрите дуб вот здесь была почти месяц я никак не могла посчитать вот сейчас я с вами посчитала так что все дорогие пока-пока до следующей трансляции всех обнимаю